Музыка Эх, найти бы хоть одного древнего инка и сделать министром транспорта России. Осталась бы у нас только одна национальная беда. Эти краснокожие умельцы умудрились решить вопрос с инфраструктурой, не умея даже выплавлять железо. Чем они тесали камни, черт их знает. Но построили в своей империи 40 тысяч километров дорог. Это так, на минуточку. Половина всей железной дороги России. И дороги инков до сих пор, через 500 лет с лишним, в приличном состоянии. Ну, большинство из них. Хотя, с другой стороны, по ним и не ездил никто. До изобретения колеса эти странные люди не додумались. Наверное, спортивные были ребята. И, что важно, трезвого образа жизни. Даже работяги. Иначе, сколько бы костей омывала местная река Урубамба, которая шумит где-то далеко внизу, под такой вот лестницей без перил на обрыве. Ступеньки в ширину меньше метра. Построив Мачу-Пикчу, инки ткнули пальцем в небо. В буквальном смысле. Тут есть священный камень, смахивает на кулак с торчащим вверх пальцем. Большим, кстати, а не средним. Говорят, к этому пальцу здешние жрецы привязывали солнце. Как? Никто не знает. Но если паспортных дней в году было не слишком много, жрецу почет и уважуха. Теперь солнце никто не привязывает. Так что с погодой бывает по-разному. Ну и у нас тоже было так. Мы поднялись, а тут туманный Альбион. Это облако село на город. Все ж таки две с половиной тысячи метров над морем. Так что Мачу-Пикчу не ради красного словца прозвали «город в облаках». Можно себе только представить, как мачу-пикчунские прорабы орали на древних гастарбайтеров. Но построено все нереально качественно. Обтесанные камни сложены без всякого раствора. А руинами город не назовешь. Над фундаментом серьезно потрудились. По склону бесчисленные террасы. От них сама гора похожа на пирамиду. Наверное, без террас, серьезно укрепляющих грунт, Мачу-Пикчу давно бы сполз в уру-бамбу. От всей этой мистической атмосферы голова идет кругом. Хотя, может и от того, что кислорода в реальной атмосфере на высоте маловато. Но все же тайны здесь под каждым камнем. Гробницы, алтари. Тут в жертву солнцу приносили лам. Не буддийских, само собой. Вот таких, как эти ламы, которые сейчас спокойно жуют траву. Они у инков были основным домашним животным и средством передвижения. В общем, место явно священное, явно элитное. Типа нашей рублевки, наверное. Жили тут товарищи царских кровей и верховные жрецы. С чадами, домочадцами и прочей челядью и скотиной. Жили-жили. Лет сто, может быть. А может больше. А потом разом все свалили в неизвестном направлении. По неизвестным причинам. Причем это было еще до того, как испанцы на горизонте нарисовались. Почему и зачем они ушли, куда, до сих пор никому неизвестно. Золотые ценности, похоже, заранее вывезли в какой-нибудь древний офшор. Сокровищ в Мачу-Пикчу не обнаружено. Покойников тут хранили скромно, но чистенько. Короче, пусть Индиана Джонс ищет. В общем, перуанцам, похоже, от инков большого наследства не осталось. У этих незамутненных пареньков ребенок куда-то по горе уползает. Они продолжают сувениры туристам впаривать. Так что хватит фоточки в интернете смотреть. Все сюда. Мачу-Пикчу, кстати, место реально культовое. Оно ведь уже было даже в этих, как его, в Симпсах. Все неприятности в Эквадоре уже позади. Моя зависимость от листьев коки под контролем. А Барту никуда не деться. Из этого рая над облаками. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова